Здравствуйте! В эфире телекомпания Обнинск ТВ Новости. В студии Ильхам Нигматуллин и Анастасия Вичкаева. Сегодня в выпуске. Радиоактивность после ядерных взрывов и аварий. Накануне 30-й годовщины аварий на Чернобыльской АЭС в Обнинске прошла Международная научная конференция. Одаренные дети. В Обнинском центре развития творчества детей и юношества Эврика состоялся областной семинар педагогов по обмену опытом работы с талантливыми детьми. Со счетом 2-0. Новый сезон футбольный клуб «Квант» начинает с победы. В Обнинске начала работу научно-практическая конференция, посвященная 30-й годовщине аварий на Чернобыльской АЭС, в которой принимают участие представители федеральных органов исполнительной власти, научных организаций, входящих в структуры Росгидромета и Росатома, природоохранных организаций из России и Республики Беларусь, Белорусская гидрометеорологическая служба. В течение трех дней с 19 по 21 апреля участники форума должны обсудить ряд докладов, посвященных результатам долгосрочных наблюдений за динамикой состояния радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды после аварий на Южном Урале, Чернобыльской АЭС, АЭС «Фокусима» в период проведения испытаний ядерного оружия и мирных подземных взрывов. Научно-производственное объединение «Тайфун» стало местом проведения международной конференции не случайно. Обнинские ученые были отправлены в зону радиационной катастрофы одними из первых. Туда прибыл на аварийку распространенный. 29-го прибыл. Четвертый прибыл из этого «Тайфуна». Задачей, поставленной перед специалистами «Тайфуна», было оперативное обследование природной среды в районе катастрофы. Метеорологи должны были взять пробы на территории от Киева до аварийного блока АЭС. Роль сотрудников советского гидромета в ликвидации последствий аварии можно назвать ключевой. Они обследовали территорию сразу после взрыва, замеряли уровень радиации и составляли подробные карты местности, на основе которых принималось решение о расселении городов и поселков. Это была авария национального значения. Это было событие, которое оказало большое влияние на экономику страны, общество в целом, на сознание людей. И, как мне представляется, это в том числе было использовано оппозицией в то время к советскому строю для того, чтобы поднять тему о несостоятельности ядерной энергетики. Общей темой конференции, открывшейся в Обнинске в канун 30-летия аварии на Чернобыльской АЭС, был не только анализ последствий ядерных взрывов, но и обсуждение мер, которые помогут предотвратить Чернобыль 1986 года в будущем. Сегодняшняя научно-практическая конференция призвана привлечь внимание к данной проблематике, к нарушению баланса в природной среде, связанной с деятельностью человека. Желаю участникам конференции привлечь внимание общественности к проблемам обеспечения экологической безопасности, найти новые решения, которые помогут сохранить нам наш родной край, в частности, и планету в целом. Итоги совместной работы ученые должны подвести уже 21 апреля. Екатерина Замахина, Олег Логинов, Обнинск ТВ Областной семинар по обмену опытом работы с одаренными детьми прошел 18 апреля в Обнинском центре развития и творчества детей и юношества «Эврика». Участниками встречи стали 25 педагогов из различных образовательных учреждений Калужской области, обсудивших проблемы реализации принципа преемственности общего и дополнительного образования с целью личного снова развития одаренных детей. Педагогическому коллективу центра «Эврика», накопившему значительный опыт работы с талантливыми ребятами, было чем поделиться с коллегами. Наши педагоги, которые хотят с вами поделиться своими впечатлениями, как они работают именно по программе «Одаренные дети». Директор центра «Эврика» Марина Хоменко рассказала об основных направлениях деятельности, а методист Евгения Мазяр подробнее остановилась на естественно-научной направленности и взаимодействии педагогов дополнительного образования с Обнинской малой академией наук. В школе мы даем базу, мы даем стандартное обучение, а вот углубленное изучение должно давать дополнительное образование. Это непрерывный процесс. Сообщениями о дополнительных общебразовательных программах, а также формах и методах работы с детьми, имеющими особые математические способности, выступили преподаватели Обнинской малой академии наук Марина Рассказова и Татьяна Козина. Педагог дополнительного образования центра «Эврика» Евгения Синицына, представила вниманию собравшихся мастер-класс «Литературная мастерская», поделилась опытом подготовки юных журналистов. Говорили на семинарии о личностном развитии одаренных детей в творческих объединениях художественной направленности, о психологическом сопровождении ребят в процессе всего курса обучения. Марина Хоменко считает, что центр «Эврика» в дальнейшем вполне может стать постоянной базовой площадкой для проведения подобных обучающих семинаров областного уровня. Я хочу обратиться к областному дворцу творчества, сказать им спасибо, что они на нашей базе проводят такие семинары. И мы вообще изъявили желание, чтобы наш центр стал филиалом областного в плане проведения всевозможных семинаров, конкурсов и так далее. Осознанный выбор качественных продуктов питания для многих людей, следующих здоровому образу жизни, в наши дни становится нормой. И все чаще требовательные покупатели обращают внимание на фермерскую продукцию. В одном из фермерских хозяйств, обеспечивающих обнинсов натуральными продуктами питания, побывала и наша съемочная группа. Горожане, заботящиеся о собственном здоровье, в последние годы все чаще обращаются к продукции фермерских хозяйств. А приобретать товар, произведенный у местных производителей, рекомендует и на федеральном уровне. В городе Обнинске также есть фермерские хозяйства, владельцы которых представляют свою продукцию жителям города. Андрей Космачев – один из них. Совместно со своей семьей он уже много лет занимается фермерством. Мы представляем здесь молочную продукцию свою, которую мы изготавливаем дома. Это молоко, творог, сметана, сыр, йогурты, несколько видов, масло сливочное. Практически, можно сказать, объем вручную. Парное молоко у нас уходит ровно час. Как подоили, процедили и доставка до прилавка. Хозяйство семейства Космачевых немаленькое. Одного только дойного стада, 20 голов коров и 25 коз. На ферме значатся животные разных пород. Среди них есть и элитные коровы. Это действительно из редких пород у нас в России. Это джерсельская порода коров. Она не мясная порода, это чисто молочная. Она маленькая, небольшая, которая не вытаптывает пастбище. Дает где-то в порядке 20-25 литров молока, но процент жирности до 8% идет. То есть, это пол банки сливок сразу. Уход за коровой, который стоит, как легковая машина, очень заботливый. Но и других животных никогда не обделяют вниманием. Контроль за состоянием здоровья подопечных фермы ведется регулярный. Каждая корова стоит на ветеринарном учете. Учет анализа мы проходим два раза в год, потому что мы не реализуем молоко и молочную продукцию напрямую, тем более сырое молоко. Коровы содержатся в принципе в чистоте, в порядке. Получают полный рацион. За всем хозяйством большую часть времени, помимо самого хозяина фермы Андрея Космачева, ухаживают члены его семьи. У меня многодетная приемная семья. У нас 5 человек детей. Дети уже практически взрослые. Старший сын идет учиться на ветеринара. Перенял полностью бразды и хочет остаться дальше. А дочь идет учиться на технолога. Вся продукция, которая представляет семья Космачевых, изготавливается по старинным рецептам и соблюдением контроля качества. Без добавок. Мы делаем из чистого молока. Даже можно сказать из парного молока. Вот есть творог, который, допустим, мы поставляем сюда же себе на прилавок. Он из парного молока. То есть мы подоили, сразу поставили, закваску добавили. Свою же опять без консервантов, без всего. Он тут же сторожился, мы тут же его откидываем. Вот он, свежий. Попробовать и приобрести фермерские молочные продукты семьи Космачевых можно в торговом комплексе «Экобазар». Здесь дают возможность фермерам продавать свой товар в современном торговом зале с соблюдением всех санитарных норм. Все представленные сельхозизделия безопасны и полезны. Анастасия Вичкаева, Николай Подлепалин, телекомпания «Овнинск ТВ». В прошедшую пятницу в Балабановском городском доме культуры большим галоконцертом завершился 13-й открытый городской фестиваль «Конкурс» детского и юношеского творчества «Весенние проталинки». В этот вечер на сцене ДК выступали финалисты фестиваля в возрасте от 9 до 18 лет. Всего на конкурс было подано более 300 заявок, и в общей сложности в нем приняли участие около 800 детей из городов и поселков всего Боровского района. На галоконцерте побывала и наша съемочная группа. Конкурс детского и юношеского творчества проводится в Балабанове уже 13 лет подряд. В этом году фестиваль стартовал 4 апреля, и конкурсные прослушивания продолжались в течение пяти дней. А завершился фестиваль галоконцертами победителей. Первый галоконцерт состоялся 13 апреля, тогда на сцену вышли дети в возрасте от 4 до 9 лет. А ребята постарше выступили 15 апреля. Но сегодня в галоконцерт нас прошли не все, то есть победителей достаточно много, чтобы было понимание, приняло участие около 800 детей, из них почти 400 стали победителями как сольно, так и в составе каких-то музыкальных коллективов. Поэтому сегодня принимают не все, далеко не все, а жюри и оргкомитет фестиваля выбрала самые интересные, пожалуй. Сегодня будет всего 20 номеров, после чего начнется торжественная церемония награждения. На фестивале-конкурсе дети боролись за победу в номинациях. Вокал, хореография, художественное чтение, оригинальный жанр, авторское творчество, семейное художественное творчество. Дети после прохождения конкурса, они все знают, какие степени у них. Сегодня мы вручаем лауреаты 1, 2, 3 степени, а также жюри присвоило спецдипломы и звание лауреатов Гран-при. На конкурсе было немало интересных творческих номеров, подготовленных в разных жанрах. А самым многочисленным по количеству участников оказался конкурс чтецов. Произведения для художественного чтения ребята выбирали с учетом определенных требований. Предлагались определенные фамилии, авторы, которые в этом году отмечают страна юбилея этих авторов. Это Рубцов, это Некрасов, это Огня Барто, Салтыков-Щедрин и Гумилев. Фестиваль-конкурс «Весенние проталинки» продолжает набирать популярность среди талантливых ребят. Заявок с каждым годом становится больше, а выступления интереснее и ярче. Что такое Россия? Не знаю. Да и кто это знает вообще? Это за морем пусть гадает, а загадочный в русской душе. Анастасия Вечкаева, Олег Логинов, телекомпания Обнинск ТВ В понедельник, 18 апреля, на городском стадионе «Труд» матчем «Квант Истра» стартовало первенство России по футболу среди команд третьего дивизиона. Болельщикам игра понравилась, потому как результат встречи 2-0 в пользу хозяев поля отразил преимущество наукоградовских футболистов над своими соперниками. Наш спортивный обозреватель Николай Хнычков был в числе болельщиков, сопереживающих обнинским игрокам. В сезоне 2015 года в игре первого тура «Квант» начинал также с «Истрой», но на поле соперника. Тогда наукоградовские футболисты потерпели сокрушительное поражение 5-2. Во встрече второго круга уже на своем стадионе хозяева реабилитировались и забили два безответных гола, авторами которых стали Тигран Геворкян и Сергей Захаров. Стартовый матч нынешнего первенства подопечные братья Морозовых начали без раскачки, игру вели уверенно и создали несколько голевых моментов. До взятия ворот дело не дошло, но болельщикам атакующая манера игры «Квант» нравилась и держала их в напряжении. Количество перешло в качество в концовке первой половины встречи. С разницей в 7 минут Денис Курбангалеев, замкнувший подачу с углового, и Андрей Жердев с пенальти решили исход матча. После перерыва рисунок игры не изменился. В основном все действия происходили на половине поля истры. Гости уповали только на редкие контратаки, но они успеха не имели, и защита нашей команды во главе с Курбангалеевым и Писаренко успешно справлял с робкими выпадами подмосковных игроков. В итоге 2-0 нужная и важная победа на старте. Капитан «Кванта» Евгений Егоров указал на недостаточную физическую подготовку соперников, что на его взгляд и явилось основной причиной столь неубедительной игры истры. Мне кажется, в плане физики они чуть на нам уступали, поэтому так по мастерству ребят хорошие все прошли московские школы, мастеровиты. В плане физики, наверное, чуть не хватает. Но по ходу сезона они, скорее всего, через матч наберут физические кондиции, поэтому будет соперник непростой для всех лидеров, особенно когда они будут принимать дома. Наставник обминских футболистов также отметил слабую физическую готовность игроков истры и, в свою очередь, посетовал на то, что в нападении у его подопечных не все гладко. У нас дефицит атакующих футболистов сейчас большой, поэтому вынуждены всех уже и Теграна Геворкяна вперед, и Тараканова вперед. Так у нас, в общем-то, дефицит. Конечно, Захаров у нас в этом плане основной рук на этой позиции, имеет сильные качества на этой позиции, конечно, мы на него надеемся. И мы все считаем, что он должен играть не только на этом уровне, а выше. Но вот он, к сожалению, мучается с траммой, наверное, с прошлого года мучает, никак мы не можем с ним разобраться, то дает играть, то не дает играть. Любители футбола надеются, что сможет Сергей Захаров быстро преодолеть свои недуги и вернуться в строй. Следующую домашнюю игру «Квант» проведет 9 мая. Соперник – подольский «Витязь». И это все, о чем мы и наши коллеги хотели рассказать вам сегодня. Программа новостей выходит на нашем телеканале 5 раз в неделю по будням в 19.00. А мы прощаемся с вами. До завтра. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова